Роберт Аллен Дёрст Американский миллионер, сын и наследник Нью-Йоркского магната Симура Дёрста, старший брат Дугласа Дёрста, главы компании Дёрст Организэйшн. Его подозревали в трёх убийствах, совершённых в разных штатах. Кэтлин Маккормак Дёрст, его первая жена, которая исчезла в Нью-Йорке в 1982 году. Сюзан Берман, его давняя подруга, которая была убита в Калифорнии в 2000 году. Морис Блэк, его сосед, который был убит в Техасе в 2001 году. Дёрст был объектом федерального розыска по всей стране, и хотя он признался в расчленении Блэка, с чем ему не было предъявлено обвинение, в конечном итоге он был оправдан в убийстве по причинам самообороны. Роберт Дёрст вырос в Нью-Йорке. Он является сыном инвестора по недвижимости Сеймура Дёрста и его жены Бернис Херштейн. У него два брата, Дуглас и Томас, сестра Уэнди. Дед-подсовская линия Джозеф Дёрст, бедный еврейский портной, эмигрированный из Астро-Венгрии в 902 году и ставший очень успешным менеджером и застройщиком недвижимости, основавшим Дёрст Организейшн в 1927 году. Сеймур стал главой семейного бизнеса в 1974 году после смерти Джозефа. Роберт утверждал, что в возрасте 7 лет отец позвал его к окну, где он увидел свою мать на крыше семейного дома. Сеймур сказал сыну, чтобы он попрощался с мамой. Роберт помахал ей рукой и ушел спать. В итоге Бернис упал или спрыгнул с крыши и погибла. В интервью в The New York Times в марте 2015 года его брат Дуглас отрицал это. Дети Дёрстов были проверены психиатром. Доклад психиатра в 1953 году о 10-летнем Роберте содержал информацию о том, что у него имеются разложения личности и возможно даже шизофрения. Дёрст посещал среднюю школу, где одноклассники называли его одиночкой. В 1965 году он получил степень бакалавра в области экономики, где он был членом команды Пола Кроссу и бизнес-менеджером студенческой газеты The Brown and White. В том же году он поступил в докторскую программу в Калифорнийском университете Лос-Анджелеса, где встретился Сьюзан Берман, но в итоге очистился и вернулся в Нью-Йорк в 1969 году. Полиция напрямую допрашивала Дёрст, а иногда проводил обыски из-за исчезновения его первой жены Кэти Маккормак и двумя убийствами Сьюзан Берман и Морриса Блэка. В одном из этих убийств он был судим и оправдан. Осенью 1971 года Дёрст встретил Кэтлин Маккормак, которая работала зубным врачом. После двух свиданий Роберт предложил Кэти переехать его дом на Вермонте, где он открыл магазин здоровой пищи. Она переехала туда в январе 1972 года. Однако отец Дёрста заставил его вернуться в Нью-Йорк, чтобы работать в семейном бизнесе. Роберт и Кэти вернулись на Манхэттен, где они поженились в апреле 1973 года. Незадолго до своего исчезновения Кэти заканчивала четвертый и последний год в медицинском колледже Альберта Эйнштейна в Бронксе. Ей оставалось всего несколько месяцев до получения степени. Она хотела стать педиатром. Последний раз Маккормак видели вечером 31 января 1982 года на вечеринке друга. Позже, тоже ночью, Кэти неожиданно приехала в дом своей лучшей подруге, которая заметила, что она расстроена и была одета в красные тренировочные брюки. Подруга сошла это странным, так как Маккормак часто одевалась в гораздо более качественную одежду. Позже она уехала в Южный Солем, Нью-Йорк, после звонка от своего мужа. Хотя пара ссорилась и дралась, Дёрст утверждал, что он отвез жену на поезд до Нью-Йорка, выпил с соседом и поговорил с женой по телефону позже вечером. «Это то, что я сказал полиции», — позже рассказал Дёрст создателем документального фильма о нем. «Я надеялся, что это просто заставит все уйти». После того, как Маккормак покинул дом своей подруги, она должна была встретиться со своим другом в пабе «Львиные ворота» на Манхэттене. Когда она не появилась, ее друг обеспокоился и неоднократно вызывал полицию в течение нескольких дней. Через несколько дней Дёрст также подал заявление о пропаже без вести его жены. Швейцар, одной из двух манхэттенских квартир, где проживали супруги Дёрст, утверждал, что 1 февраля, на следующий день после того, как ее последний раз видели, там была Кэти. Также он сказал, что видел ее только со спины и не может быть уверен на 100%, что это она. За три недели до этого Маккормак обращалась в больницу Бронкса с синяками на лице. Она сказала другу, что Дёрст избил ее, но она не наставила на обвинениях в этом инциденте. Кэти попросила Роберта о разводе и компенсации в размере 250 тысяч долларов. Дёрст заблокировал кредитную карту жены и удалил ее имя с совместного банковского счета и отказался оплачивать обучение в медицинской школе. В то время, когда его жена исчезла, Роберт три года встречался с сестрой Мии Фэрроу и жил в отдельной квартире. Сначала Дёрст предложил 100 тысяч долларов за возвращение жены, а затем уменьшил вознаграждение до 15 тысяч долларов. Вскоре после этого он был замечен в выбрасывающем некоторые вещи своей жены. Когда подруга и сестра Кэти узнали, что она пропала, они проникли в ее коттедж, надеясь найти ее там. Вместо этого они обнаружили, что в доме был обыск, но почта Маккормак осталась закрытой. Затем они испугались и ушли. Полиция сказала, что после того, как Маккормак пропала без вести, Дёрст утверждал, что последний раз разговаривал с ней, когда она позвонила ему в их коттедж на Манхэттене. Он сказал, что последний раз видел ее на вокзале Каттена, где она собиралась сесть на поезд с 21.15 до Манхэттена. Он также утверждал, что 4 февраля ее руководитель из медицинской школы, позвонил ему и сказал, что она заболела 1 февраля и отсутствовала на занятиях на протяжении всей недели. Неясно, действительно ли Кэти сделала звонок руководителю школы. На следующий день после того, как Роберт получил звонок из медицинской школы, он сообщил о ее пропаже. Полиция обнаружила, что его истории полны противоречий. Семье Маккормак хотели объявить Кэти мертвой, поскольку они твердо верят, что ее убили. Ее мать, Энн Маккормак, пыталась подать в суд на Дерста на 100 миллионов долларов. Родители Кэтлин уже умерли. Младшая сестра Кэти, Мэри Маккормак-Хьюз, также считает, что ее убил Роберт. Полиция штата Нью-Йорк возобновила уголовное расследование в связи с исчезновением в 1999 году. Впервые позитив в бывшую резиденцию Дерста в Южном Салеме. Расследование стало публичным в ноябре 2000 года. 24 декабря 2000 года Берман, давняя подруга Дерста, которая помогла ему с алиби после исчезновения Кэти Маккормак, недавно получившая от Роберта 50 тысяч долларов, была найдена казненной в своем доме в каньоне Бендикта, Калифорния. Известно, что Дерст находился в Северной Калифорнии за несколько дней до того, как Берман была убита и вылетел из Сан-Франциско, Нью-Йорк за ночь до того, как было обнаружено тело Сьюзан. Хотя Роберт подтвердил департаменту полиции Лос-Анджелеса, что недавно он послал Берман чек на 25 тысяч долларов и отправил по факту следователю копию своих показаний в 1982 году по поводу пропажи его жены. Он отказался давать показания об убийстве Берман. Дерст сказал в заявлении 2005 года, что Берман позвонил ему незадолго до своей смерти, чтобы сказать, что полиция Лос-Анджелеса хотела поговорить с ней об исчезновении Маккормак. Изучение заметок, сделанных газетой, поставило под сомнение вопрос о том, делал ли полиция Лос-Анджелеса такой звонок. Из-за вновь открытого 31 октября 2000 года расследования по факту исчезновения его жены Роберт начал планировать жизнь Беклица. Скрываясь от полиции, он перебрался в Галуэстстан, Техас, где жил в пансионе и переодевался в женщину. Биограф Берман Кэти Скотт утверждала, что Дёрст убил Сьюзан, потому что она слишком много знала об исчезновении Маккормак. 9 октября 2001 года Дёрст был арестован в Галуэстстане, вскоре после того, как части тела, принадлежавшего его пожилому соседу Моррису Блэку, были найдены в бухте. На следующий день он был освобожден под залог 300 тысяч долларов. Роберт пропустил судебное заседание 16 октября. 30 ноября он был пойман в супермаркете после того, как он попытался украсть сэндвич с курицей, лекопластырь и газету, хотя у него было 500 долларов наличными в кармане. При обыске в его арендованном автомобиле полиция нашла 37 тысяч долларов наличными, два пистолета, марихуану, водительские права Блэка и направление в дом Гилберта Наджами, бывшего любовника Маккормак, который долгое время преследовал Дёрсту и публиковал обвинения о том, что он убил свою жену. Роберт также использовал свое время в бегах, чтобы преследовать своего брата Дугласа, посетив подъездную дорогу его дома в Катане, Нью-Йорк. При этом он был вооружен. В 2003 году Дёрст предстал перед судом за убийство Блэка. Он нанял защитника Дика Дегерина и заявил о самообороне. Дегерин провел два пробных испытания в рамках подготовки к делу. Команда защиты Дёрста с трудом общалась с ним, поэтому они наняли психиатра, доктора Милтона Альтшуллера, чтобы выяснить причину. Доктор провел более 70 часов, изучая Дёрста и диагностировал у него синдром Аспергера. Вся его история жизни очень совместима с диагнозом расстройства Аспергера. Адвокаты доказывали, что диагноз объясняет его поведение. Дёрст утверждал, что он, как и Блэк, капризный одиночка. Роберт также заявил, что схватился за пистолет 22-го калибра, которым Моррис угрожал ему. Во время борьбы пистолет выстрелил в лицо Блэку. После перекрестного допроса Дёрст признался, что использовал резак, две пилы и топор, чтобы расчленить тело Блэка перед тем, как упаковать и сбросить его останки в бухте. Голова Морриса не была найдена, поэтому прокуроры не смогли представить достаточные судебные доказательства, чтобы оспаривать показания Роберта о борьбе. В результате отсутствия судебной экспертизы присяжные оправдали Дёрст в убийстве. Дёрст был арестован агентами ФБР 14 марта 2015 года в здании Новоролианского Мариотта, где он был зарегистрирован под ложным именем Эверет Уорд. Роберт, которого отследили в отеле после двух звонков для проверки своей голосовой почты, был найден бетцельно блуждающим в вестибюле и бормочащим про себя. В дополнение к револьверу 38-го калибра полиция обнаружила 5 унций марихуаны, свидетельство о рождении и паспорт Дёрста, карты Лузианы, Флориды, Кубы, латексную маску, поддельные техасские документы, используемые для регистрации в отеле, новые мобильные телефоны, наличные на общую сумму 42 тысячи долларов. Дёрст первоначально был перемещен в тюрьму Терра Хота, но позже переведен в тюрьму округа Лос-Анджелес в ожидании суда. Суд должен был начаться в Лос-Анджелесе, но был отложен управлением тюрем США из-за серьезной операции, по словам Дегерина. 2 марта 2020 года Дёрст предстал перед судом, чтобы начать судебное разбирательство по делу в убийстве Сьюзен Берман, которое, как ожидалось, продлиться несколько месяцев. Однако разбирательство было отложено из-за пандемии COVID-19. В июле 2020 года судья округ Лос-Анджелес постановил, что из-за пандемии необходима дальнейшая срочка до апреля 2021 года. Но он позволит продолжить судебное разбирательство, если Дёрст согласится на суд без присяжных. Дёрст отклонил этот вариант, и заседание было запланировано возобновить 12 апреля 2021 года. Затем оно было отложено до 17 мая 2021 года. После долгих разбирательств в середине сентября присяжные признали Дёрсту виновным в убийстве Сьюзен Берман. 15 октября была обнародная информация, что суд приговорил его к пожизненному сроку заключения. А на этом всё. Если вам понравилось это видео, ставьте лайки и подписывайтесь на канал. Также оставляйте своё мнение в комментариях. Не прощаемся.